История с потерей лицензии 31 января моим банком имела неожиданные последствия и для другого финансового аутсайдера. Несмотря на то, что клиенты моего банка ипотека все последнее время испытывают проблемы с операциями по своим депозитам, тем не менее агентство по страхованию вкладов решило протянуть ему руку в помощи, найдя для него спасительного партнера. До 12 марта у нас перерыв технический по 3-10 к другому банку. А здесь никто не сможет прокомментироваться? Потому что перерыв и руководство. Так что 10 ковая 10 ковая. Реальное положение дел «Мой банк ипотека», похоже, не понимают даже сами офисные клерки. В недоумении клиенты, люди встревожены, ведь последнее время на слуху новости о том, что Центробанк всерьез занялся очисткой банковского сектора. Когда 31 января была отозвана лицензия у ООО «Мой банк», круги этого апокалиптического коллапса разошлись как по воде, добравшись и до его дочерней компании. Два банка были между собой связаны, но тем не менее было принято решение о санации «Мой банк ипотека». В настоящий момент на конкурсной основе отобран банк «Российский кредит». Санация будет производиться частично. Затрагивает передачу портфеля вкладчиков физических лиц, на эту сумму будут переданы и активы. То, что касается юридических лиц, они смогут получить возмещение в рамках конкурсного производства, в рамках банкротства. Вывески, сошедшего с дистанции банка, уже вскоре заменит корпоративная символика БРК. С 12 марта обращаться по всем вопросам можно будет по прежним адресам на Апской-2 и Ватутина-27. Санация означает, что все вклады переходят в банк «Российский кредит» на тех же условиях, которые были в «Мой банк ипотек». Желающие получить вклады, расторгают договор и получают вклад без процентов. Желающие оставить вклады, оставляют эти вклады в банке «Российский кредит» под тот процент, который был по срокам, которые записаны в договорах вкладов. Однако санация тяжеловольного скорее исключение, чем правило. Столкнувшиеся с проблемами банки теряют лицензии, и тогда максимум, на что могут рассчитывать вкладчики – возврат сумм в пределах 700 тысяч рублей в рамках государственного страхования вкладов, которое работает в России уже более 10 лет. Зашел в банк, спросил, показали, что у них есть договор, то, что вклад застрахован и так далее. Все документы показали. Ну что ж, веришь же. Однако для некоторых клиентов БПФ беда пришла, что называется, откуда не ждали. Им отказали в выплате возмещения из-за того, что их фамилий просто не нашлось в реестре вкладчиков. Одним из таких непризнанных изгоев оказался и Владимир Васильев. Как объясняют банки-агенты, что это какие-то мошеннические схемы со стороны банка, то, что они сожгли сервер и так далее, что у них нет информации о реестре вкладчиков. Почему в недрах БПФ была уничтожена часть электронной базы данных и что же произошло с бумажными носителями, остается загадкой. Для справки, Центробанк обязывает при хранении баз данных иметь их резервные копии. По обязательствам БПФ будет выплачено около 800 миллионов рублей. Не менее 700 человек по разным причинам обратились с претензиями в агентство по страхованию вкладов. И хотя некоторые проблемы уже решены и деньги выплачены, кое-кто все же рискует остаться у разбитого корыта. Нас уже сколько нас не обманывали. И все равно мы верим. Вот сказали до 700 тысяч, даже сомнений ни у кого нет. Все мне около виска крутят и говорят, да ты че, нам же говорят, что до 700 тысяч. АСВ это инструмент государства. Мы платим налоги. И когда государство в лице Центробанка, АСВ не удовлетворяет такие требования вкладчиков, это, конечно, непорядок. Это неправильная работа государственной системы в целом. Скандал с БПФ по российским меркам не прецедент. Банки и раньше теряли документы при странных обстоятельствах. После отзыва лицензии у холдинг-кредита, его топ-менеджеры заявили, что сервер с базой данных случайно был разбит разнорабочими. А потом на него еще и накапало с кондиционера. У дагестанского банка «Экспресс» произошел пожар в архиве с понятными последствиями. Причина одна. Нет в реестре. Теперь обманутым клиентам БПФ приходится искать правды в суде. На этой неделе в процессе встретились адвокаты потерпевшего Владимира Васильева и новосибирского представительства АСВ. Однако до рассмотрения так и не дошло. Отвечек подал ходатайство о передаче дела в суд города Москвы. Суд прошения удовлетворил. На данное определение в течение 15 дней будет подана жалоба, поскольку, по нашему мнению, существует возможность рассмотрения дела по законности правопотребителей по месту жительства непосредственно истца. Мы полагаем, что передачи дела, конечно, нарушаются права истца. Агентство по страхованию вкладов находится в городе Москва. Банк проектного финансирования тоже находится в городе Москва. Поэтому по месту нахождения ответчика необходимо направлять исковые заявления. Это дело не просто рискует оказаться в долгом ящике. По факту, тем, чьи договоры дезауировали, придется раскошелиться на поездки в столицу нашей Родины и явно недешевых московских адвокатов, чтобы доказать, что у них на руках не фельки на грамотах. Мы должны ходить и доказывать, хотя система страхования вкладов, по идее, должна работать так, что нам вначале выплатят, а потом пусть они доказывают. Правильно?